Австрийская кухня Австрийская кухня Австрийская кухня Австрийцы делятся секретами варки кофе по-венски. И, конечно же, учат печь знаменитый торт «Захер», который каждое утро развозится в десятки стран мира, включая даже Австралию. Нельзя не упомянуть и об австрийском шоколаде. И, конечно же, молочных продуктов, благо тамошние коровы выращены на альпийских лугах. И хотя молочные продукты австрийцы употребляют не меньше, чем пиво, тамошний вина считается продуктом исключительно самобытным. Ведь когда-то каждый замок производил свое вино и свой сыр. Австрия – это молочная страна, но это и в основном страна белых вин. Ну а если поехать на юг, например, в Бургенланд, то эта земля славится рислингом, а также мускатным и красными сортами вин. И если в прежние времена виноделам и поварам было запрещено делиться своими рецептами виноделия и сыроварения, равно как и кулинарными секретами, сегодня времена изменились. И сейчас они на таких австрийских неделях по всему миру пытаются внедрить свою кухню. И, похоже, молодым людям из Эстонии было чему у них поучиться. Знали, что там можно булку по-разному использовать, как эти сухари, как эти климбит делать, эти шарики мясные, клетки, да, из печенки, из булки, из картошки, там, из такой все. Обычно австрийская кухня ассоциируется только с венским шницель, самое известное. Тут и названия, это не сказать, которые тут мы делали. Ну, очень много используется хлеба, много используется уксуса, картофель, бекон. То есть вот такие ингредиенты, которые, в принципе, у нас тут тоже распространены, но мы их не так используем, как австрийцы. Мир заполонили итальянские, французские и азиатские рестораны. А вот ресторанов австрийской кухни практически нет. Сейчас в Австрии пытаются ликвидировать этот пробел. Именно поэтому 20-летие возобновления дипломатических отношений между Эстонией и Австрией было решено отметить таким необычным способом – праздником для гурманов. И организаторы очень надеются, что у кого-нибудь из молодых людей возникнет желание в будущем открыть в Эстонии ресторан австрийской кухни. Кстати, немаловажно и то, что, как утверждают гости, австрийские рестораны относятся к числу самых относительно недорогих ресторанов Европы, а еда исключительно сытная. Ведь по австрийской традиции гость должен из ресторана еле уносить ноги, но не потому, что он пьян, а потому, что он наелся до отвала. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.